Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшняя реция посвящена истории Императорского общества пощения художеств и рисования школы. Инициаторами создания общества пощения художеств, которое так начально называлось Обществом пощения художников, стали сенатор князь Иван Алексеевич Гагарин, подполковник Александр Иванович Митриев-Фаргонов, старт-секретарь Петра Андреевича Кикина. 30 января 1821 года они, совместно с капитаном Ивановичем Киев и подполковником Федором Федоровичем Шульта, подписали основные правила для руководства деятельности общества. Этот документ лег по основу устава, утвержденного императором Николаем I 28 апреля 1833 года. В этом уставе была сформинирована основная цель общества. Содействовала с успехом изящих искусств в России об отряде поощрения дарования русских художников. Общество поощрения художников, в которое входили леценаты, из числа высокопоставленных чиновников находилось под покровительством оператора. В 1721 году общество поощрения художников насчитывало 10 действительных членов. Число основателей прибавилось Викентий Иванович Голынский, Виктор Павлович Кочубей, Фонсуар Савьеда Мистер, Софья Владимировна Строганова, Играф Сёжик Петрович Толстой. В конце 1720-х их число превысило 70. Вплоть до конца 1750-х годов действительными членами Общества поощрения художников, число которых колебалось от 70 до 90, были в основном представители аристократии и высшего членовничества. С 1841 года постпредседатели Комитета общества поощрения художников впоследствии Общества поощрения художников занимали члены императорской фамилии. Герцог Максимилиан Максимилиан Мстинбергский, его супруга Великая Книгина Мария Николаевна и ночь принцессы Евгения Максимилианна Кенгубского, великий князь Пётр Николаевич. Работы в обществе руководил секретарем. Эту должность занимали Ф. Ф. Шуберт, В. Иванович Григорович, конференц-секретарь Академии художников, Николай Иванович Русин-Крушкин, Ф. Ф. Ивков, писатель Дмитрий Васильевич Григорович, историк искусства Николай Петрович Сапко, Затем Николай Константинович Рейх и Виктор Иванович Рейх. Я последовательно перечислила имена секретарей общества поощрения. Общество оказывало поддержку молодым художникам, выделяя пенсии для работы за хранитель, пособия, давая заказы на рисунки для изданий, на копии с картин. Таким образом, была даже несколько поколевленно сфокировавшаяся к тому времени монополия Академии художественного подобной деятельности. В. Иванович Григорович, издание скоренечения сообщества способствовало распространению репродукционной фотографии. В. В. 1823 году обществом выпускался жинал «Изачных искусств» под редакцией Григоровича, в. 1836-39 годах «Удоростная газета» под редакцией мистера Кукольника. В 1898-1901 годах общество издавало журнал «Искусство и художественная промышленность», дактором которого был Николай Сапков. В 1901-1908 годах выходил в свет журнал «Художественные сокровища России» под редакцией Александра Николаевича Бенуа, а с 1903 года – Адриана Николаевича Прахова. Я покажу вам обложки и некоторые из изданий. Обложки журнала «Издачных искусств» и «Искусство и художественная промышленность» – журнал, деятельность которого уже связан с именем Николая Константиновича Бенуа. С 1826 года общество поощрения художников организовало постоянную действующую высадку продаж художественных произведений, которая размещалась в магазинах на Невском проспекте. А с конца 1850 года – помещение рисования школы «Общество поощрения художников». В 1837 года общество проводило художественные лотереи и устраивало акту с аукционами. 20 декабря 1857 года общество поощрения художников приняло в свое обедение Санкт-Петербургскую рисовальную школу героев и приходящих. В дальнейшем, в 1860 году, общество было через день открытые ежегодные конкурсы по живописи и прикладным искусствам. В 1870 году общество получило от государственной казны дом номер 38 на Большой морской улице. В этом же году по инициативе спектаря общества Григоровича было организован в художественном промышленном музее. Основой фонда и нового музея, входившего в структуру общества поощрения художников, стала коллекция Василия Григорьевича Налышкина, подаренная им Александром II и затем пожалованная императором по обществу. 7 марта 1882 года был принят новый устав общества, согласно которому оно стало именоваться императорским обществом поощрения художеств. До того именовалось обществом поощрения художников. К двум целям общества была добавлена третья. Распространять художественное образование среди ремесленников и вообще способствовать отличию высокосвязящего во всех своих обществах. Я упомянула важную дату 20 декабря 1657 года. В этот день общество поощрения художников приняло свое видение в Санкт-Петербургскую рисовальную школу для военно-проходящих. Что же такое эта рисовальная школа представляла собой? Отправной точкой создания рисовальной школы стала 1 июля 1839 года, когда действительно встатский советник Корнилий Фристианович Рейсик подал в Министерство финансов записку об открытии в Санкт-Петербурге рисовальной школы для военно-проходящих учеников. Здесь вы видите портрет Корнилия Рейсика Корнилий, Корнилий, Корнилиус Август, Хорн Рейсик, так его звали? Имеющиеся. Сведения о Корнилии или Корнилии Рейсике достаточно разрознены, не слишком обширены и не всегда связан с его художественно-педагогической деятельностью. Нам известно, что родился он в 1781 году в Германии. Их действия, естественно, называют несколько городов, точнее, несколько земель, Тюрингия или Гессен. В 1810 году Рейсик приехал в Россию, воскладывал механическую мастерскую главного штаба. Впоследствии преобразованную в военно-топографическое депо, где руководил изготовлением геодезических, астрономических, мобилиционных инструментов. Деятельность его была весьма успешной, и в 1714 году Корнелий Рейсик был избран членом-корреспондентом Российской академии науки. Затем стал почетным членом многих научных обществ в России и Германии, корреспондентом вольного экономического общества и членом московского общества и результатив природы, а также, естественно, исторических обществ в Гарлии, Генеи и Гамалу. Ряд работ в области механики и астрономии вышли из-под его пират, и в том числе первый российский атлас звездного неба, где он разработал и усовершенствовал ряд геодезических и астрономических инструментов. Надо сказать, что сам Корнелий Рейсик был хорошим рисовальщиком и замечательным графиком. Об этом позволяют судить его картографические работы и астрономический атлас. Он был прекрасным мастером черчения, и поэтому достаточно логично то, что он организовал и возглавил воскресную рисовальную школу в Рейсик-Петербургском технологическом институте для бесплатного обучения, вольно приходящего к ученикум рисованию, черчению или применению, как было сказано, в документах организационных. В 1835 году произошло возникновение, было организована эта воскресная рисовальная школа в Рейсик-Петербургском институте. Это было достаточно успешным начинанием. И затем пришла идея о создании нового, более масштабного начинания с настоятельной рисованием школы в Рейсик-Петербургском институте. 1 июля 1839 года в Кардене Рейсик поднял Министерство финансов записку об открытии в Санкт-Петербурге Рейсик-Петербургском институте. Школа должна была стать первой в целой сети художественно-промышленных учебных заведений, которые планировалось открыть во многих промышленных городах России. Естественно, было и обращение в Министерство финансов, а не в другое ведомство, поскольку на балансе этого министерства в ведомстве Министерства финансов находились и упомянутые мной рисовальные классы при технологическом институте. 2-я треть XIX века – это время активного развития промышленности, не бывало просто промышленности. И все, что было прежде, мануфактурами, становится фабриками, используется труднадебных рабочих в большом строительстве. И, конечно, развитие промышленности требовало большого количества квалифицированных специалистов, в том числе и способных работать в художественно-помбирательской сфере. Отсюда необходимость в создании рисовальной школы, которая готовила бы мастеровки полкового искусства. Проект новой рисовальной школы предусматривал развитие целой сети учебных заведений, и рисовальная школа должна была стать таким особым звеном в этой сети. Она должна была готовить художников-исполнителей и мастеровых высокой квалификации. Кроме того, предусматривалась еще и другая цель. Школа должна была готовить учителей для будущих, которые создадутся впоследствии в художественных учебных заведениях и подобных профилях. Учебный план новой школы был утвержден в Министерстве финансов в 1840 году. В основе плана лежали идеи развития образования и художественного вкуса, которые были изложены в положение. Я процедирую. Молодые люди всякого звания должны приобретать в школе наивысшее по возможности образование вкуса и техническую способность выразить умное рисование. Этот утонченный вкус должен обнаруживаться не только в предметах служащих украшений, но и в тех, которые принадлежат к одноверным потребностям домашней жизни. Художество должны облагораживать серьезно, питать чувство прекрасного, а не только удовлетворять требования образованных людей в своем произведении. Надо сказать, что эти идеи, как мнение Рейстера, очень близки, они совпадают с идеями Николая Константиновича Рейха, который говорил о том, что культура не должна быть сферогон праздничным, и искусство должно войти в каждодневный одникур человека, облагораживая и преображая всю жизнь не только лишь праздничные дни, когда человек находит время для того, чтобы общаться прекрасно. Годом создания рисования школы, считается 1839, ему открылась школа в 1840 году, 26 мая, присутствует 110 учеников. У Министерства финансов направило городскому голове несколько экземпляров, упечатанных на русском и немецком языке объявлений об открытии школы. Для рассылки принес предместленные управления, которые в свою очередь должны были предложить предместленникам посылать в школу учеников на мастерии. Таким образом, было организовано оповещение об открытии новой школы. Бюджет школы был достаточно невелик, однако планы были обширны, и планы заплачались в жизнь. Предполагалось преподавание всего трех дисциплин, линейного черчения, рисования, которое всегда получало вольное рисование от руки, рисование архитектурных по украшению сосудов, рисование исторических фигурсов, оригиналов, каких-то скепков, наложение теней, и рисование ситуационных планов. Также, среди третьей дисциплины, было любление из воска и глины, с рисованных оригиналов и гипсовых и глиниевых сосудов. Занятия проводились три раза в неделю, по воскресеньям и последовавшим субботам. Учащиеся разделялись на две категории, например, которые занимались три раза в неделю, и тем, кто мог посещать школу только в воскресенье. Рейсик отобрал преподавателей школы из более чем 60 кандидатов. При многих работе как начинающих, так и вполне выводных педагогов. Среди преподавателей в первые годы ее существования уже мы можем встретить известных художников, известных педагогов. Один из них можно назвать стультером Августа Вильнюса Штрейхенверда, который уже в 1740 году был приглашен в августа чрезвычайно-рисовальную школу, преподавать. И, безусловно, знакомство и сотрудничество со Штрейхенвердом предотвратило и появление такого памятника скульптуры, который находится в нашем городе, именно надгробие сына Рейсика, Геоганга Христиана, офицера Северовского полка, который скончался в 1730 году. Надгробие было отлито из червена. Памятник получил название, такое неофициальное народное название «Уснувший офицер». Сейчас это надгробие находится в микрополе сада Троицкой Александровской лавры. Разместилась рисовальная школа в здании Южного Паргауза Томоженного комитета на бирже. Надо сказать, что с этим связано и название рисовальной школы, которая ботовала в то время, а закрепилась в этом учебном заведении «Школа на бирже». «Школа на бирже» нацелилась рисовальная школа. Достаточно третийный период времени входила рисовальная школа в этом здании, здание Южного Паргауза, Таможенного комитета, с 1840 по 1878 год. Школа здесь размещалась. Также среди преподавателей, которые были приглашены рейсерами к сотрудничеству, можно назвать и Павла Петровича Уткина, весьма интересного и выдающегося мастера, академика Медагера, который учился в одной из уральских бортозаводских школ. Происходил из семьи мастерового и был приглашен в сотрудничество Корнелем Кустиановичем Рейсингом. Рисовальная школа, которая готовила ремесленных художников, с демократичным устройством, с незначительной формализованностью учебного процесса и системы человеческих отношений, была для Уткина тем, где педагогические и творческие достижения могут быть по заслугам оценены и где талант может раскрыться в полной мере. С развитием металлерного и скульптурного искусства в Уткина связано имя Уткина. В 1842 году были открыты женские классы школы, сразу привлекшие большое количество учениц, продолжавших затем свое художественное образование и учебное заведение. Здесь вы видите на экране работу Телковой «Внутренний вид женского отделения Петербургской основальной школы» для его приходящих. Картина, написанная в 1855 году, и на другой работе, тоже художница, «Внутренний вид класса Петербургской основальной школы» в помещении таможенного здания. В том самом помещении, которое вы видели на двух слайдах, картина «Собрание русского музея». Практические требования развития промышленности учитывались при совершенствовании учебных программ. Был открыт класс в «Сальманпластики», который выявил изобретатель самого этого метода, академик Борис Семенович Яковлев. Класс «Кассилография» был открыт в связи с потребностями книгоиздания. Таким образом, рисовальная школа шла в логу с активным развитием промышленности. В 1888 году общество воплощение его для опускников школы командировки в России, а с 1901 года – за границу. В 1889 году были открыты пригородные отделения школы. Среди преподаваций из овальной школы, помимо этого помянута, были такие выдающиеся дворцы, как Петр Карлович Клот, Александр Иванович Корзухин, Иван Николаевич Крамской, Константин Яковлевич Кружинский, Фёдор Евгеньевич Мисадьедов, Илья Кремация, Николай Семенович Самокиш, Павел Петрович Чистяков. Среди учеников рисований школы императорского общества воплощения художеств можно отметить Фёдора Васильева, Василия Верещаркина, Владислава Кружинского, Елена Поленову, Юлия Ельбина, Сергея Чехолина, Павла Филонова. И многие другие выдающиеся мастера начинали свою художественную деятельность с занятий рисований в школе. Николай Константинович Ширеев являлся активным деятелем Уператорского общества воплощения художеств в течение 20 лет, с 1898 по 1918 год. Сначала он работал в индустрии журнала «Искусство и художественная промышленность», а также помощником директора художественного художества секретаря императорского общества воплощения художеств, после чего получил назначение нарушитель секретаря императорского общества воплощения художеств. Произошло это в 1901 году. Николай Константинович занял пост директора рисований в школе императорского общества воплощениях художеств в 1906 году. В то время, где президентом общества воплощения был художник, академик живописи и коллекционер Михаил Петрович Болкин. На посту директора рисований в школе Николай Константинович Рерих осуществил ряд преобразований, которые коснулись как организации школьной жизни, так и программного учения. Умельчилось число женских классов, был устроен женский и чудный класс. Были введены специальные классы рисования животных, руководил классом Аркадий Александрович Рубов, съемки с натуры, занятия проходили в художественно-промышленном музее, руководил занятиями съемки с натуры Владимир Алексеевич Щуков. Класс графического искусства, которых руководил Иван Яковлевич Рубов. Рисование живых цветов и стилизации, руководила которым Андрея Сидуанова Лендерман. Более открытый металлиерный класс, класс обсуждения эскизов, в котором занятия был сам Николай Николаевича Иванова Николаевича Иванова. В начале 1909-1910 лечебного года в Рисовальной школе открылась иконописная мастерская. Уже в начале обучения результаты были столь значительным, что первым написывал мастерскую икону, проект Итанас Императова. К 1910 году сформировалась и начала функционировать в школе и тогда в скограммёрную мастерская под руководством художника Корне Сталановича Кюрта, Николая Николаевича Герардова и Василина Рякова Васильевича Артель. В годы Первой мировой войны продолжали открываться новые мастерские, такие угроборные, архитектурные, которые руководили Владимир Рякевич Щуко и младший брат Николая Константиновича Борис Константинович Ререк, а также педагогический класс. По воспоминаниям от Кази Александровича Рыкова при Большом Говоре в его сотрудничество, школа не стояла на месте. Каждый год открывались новые классы или новые художественные промышленные мастерские. Увеличивался состав преподавателей к приглашению подающихся художников. Николай Константинович Рырек был директором Миссоваева Школы императорского общества обращения художеств до 1917 года. Его педагогическая ответственность не выходила за пределы этого учебного учреждения и этого была посвящена предыдущая лекция. По инициативе Николая Константиновича были созданы женские курсы высших архитектурных знаний и мастерские георгий и мастерские георгии в Санкт-Петербурге. В 1915 году Николай Константинович Рырек основал Музей русского искусства при Школе директора сообщества подчиненных художеств. Николай Константинович возглавил совет музеев. В соответствии с его замыслом основу коллекции Музея русского искусства создали произведения изобразительного искусства пожертвованные художниками и коллекционерами. В соответствии с названием в ней должны были быть представлены оригиналы работ русских художников. И в этом отличие вновь созданного музея от уже существовавшего при обществе поощрения музеям. В 1916 году затянувшаяся болезнь юридов вынудила Николая Константиновича Рырека уехать из Петрограда в Севдополь, имененно сящее название Савтамова. В августе 1916 года он передал полномочия директора Николая Петровича Химуния, оставаясь обучителем Школы. В этом же году Николай Константинович Рырек предоставил педагогическому совету разработанное по поручению комитета общества воплощения проект «Свободная академия», призванный служить эстетическому воспитанию народа. Предполагалось создать новые мастерские, подготовительные и воскресные классы. Объединить реставарную школу и художественные промышленные мастерские и создать тем самым полноценное учебное заведение, которое давало бы высшее образование, давало бы законченное образование. Но, к сожалению, этому проекту не суждено было сбыться. В ноябре 1918 года рисование Школы Всероссийского Общества Упочтения и Художеств подбегла с национализацией. Жизнь Школы поддерживали Александр Федорович Белый, Альфред Рудольфович Эбергинг и другие подвижники китайского человека и люди, которые стремились сохранить жизнь в какой-то учебном заведении. Потому что добился утверждение плана и программы государственного художества промышленной техники. Под этим названием и продолжилось свое существование в основании рисовальной школы. И так теперь она называлась государственной художественной промышленной техникой. В декабре 1926 года технику был переведен в помещение Литейного двора что на 3-й июне Васильевского острова. За ним сохранялись мастерские в Демидовом переулке, топ-6. Однако здание Императорского общества поощрения и художеств заотвещалась школа, здание на Большой Морской пришлось покинуть. Технику имел два отделения художественно-производственное и живописное стративное. В 1934 году в связи с тяжелым положением, в котором находился государственной художественно-промышленной технику, было решено получить его модернизацию Яну Константиновичу Саповскому, директору школы-мастерской соцгоса ЛОНО, то есть существовавшей с 1918 года и находившейся по адресу Таблическая улица 25. С 1934 года этот техникум стал называться художественно-педагогическим и впоследствии стал инновацией училищем. Не прекращалась деятельность художественно-педагогического училища и в годы войны работали художественные школы, ходившие в его структуру. Сейчас перед вами портрет Яна Константиновича Шабровского работает Елена Островна Мартила. Елена Мартила, художник, работавший в тяжелые блокадные дни в нашем городе, ученица художественно-педагогического училища, создала портрет своего учителя, человека, благодаря которому жизнь в учебном заведении продолжалась такие мысленно-тяжелые дни, которые пережили Ленинградцы. В 1945 году Ян Константинович Шабровский добился открытия двух новых отделений училища по подготовке скульпторов и художников-декораторов, что стало причиной переименования художественного педагогического училища Ленинградского педагогического училища. В довоенные и первые послевоенные годы в художественном педагогическом техникуме, впоследствии назван Ленинградским художественным училищем, получали образование такие известные художественные художники, как Олег Тверейский, Александр Семенов, Борисов Кошков, Лев Руссов, Валерий Ватенин, Нина Веселова, Владимир Гальба, Василий Гулобов, Виктор Снежников, Евгений Чарушин, Василий Звонцов, Любовь Колина, Капиталина Румянцева, Юлии Тулин и другие. В 1968 году постановлением Совета Министров Советского Союза училище было присвоено имя Владимира Александровича Сирова. В 1987 году все отделения училища имени Николая Николая Константиновича Рейвиха, 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 Совета Министровского Минградского художественного училища Сергея Алексеевича Рейвиха со Святославом Николаемовичем Рейвихом. Вы видите фотографию этой встречи на экране. В 1992 году идея о присвоении училищу имени Николая Николая Рейвиха была обучена в жизнь, благодаря усилиям Сергея Алексеевича Рейвихов, студентов, педагогического коллектива, широкой общественности и видных действий культуры, таких как академик Дмитрий Сергеевич Прихачев, директор государственного репетажа Михаил Борисович Петровский, скульптор Олег Пушин и директор Государственного Русского музея Владимир Александрович Нусин. Сегодня Санкт-Петербургское художественное училище носит имя Николая Достантиновича Олега. Это одно из старейших учебных заведений, где бережно сохраняются работы учащихся разных лет, начиная с среди 19-го века. Многие из этих работ представлены в экспозиции музея училища. Фонды и библиотеки хранят в книги альбом журналах по искусству, изданные в курсе века и представляющиеся для библиотеки чувств и уверенности. Спасибо за внимание.